Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. И сегодня у нас очередная распаковка. Не смотрите на то, что сейчас стол пустой. Он не пустой, посылочка есть. Вот она. И наша очередная распаковка не с китайских интернет-магазинов и площадок, как вы привыкли чаще всего видеть, а с Соединенных Штатов Америки. Вот такая вот коробка, немаленькая и достаточно тяжелая. Вес данной коробки составляет около 5 кг. Итак, данная посылочка пришла из Штатов. А более подробно это из сайта iHerb. Я знаю, что сейчас процентов 80, наверное, как минимум слышали это. Процентов 60 знают, что это за сайт. Но те, кто не знают, я так скажу. iHerb это типа как экологически чистая, органическая продукция и пищевая, и косметическая, и медицинская. То есть, там от пищевых добавок и витаминок до косметических средств там продаются. И все это с минимумом вреда для организма, а даже там в основном и с максимум пользой для организма. Скажем так. И здесь давайте посмотрим, что я здесь заказал и для чего. Итак, посылочка по... Смотрите, есть там несколько видов способов доставки. Если хотите, я подробно запишу о том, как вообще осуществляется заказ с iHerb, какие есть нюансы, подводные камни. Но если вам это знакомо и хотите заказать, я это все более подробно расскажу. Заказывал я с помощью BoxBerry, живу в Украине, пришло по новой почте. Доставка заняла... Я заказал где-то около двух недель, может даже и меньше. Заказал я примерно ориентировочно где-то 11 числа, пришла 24. То есть 14-13 дней, ну где-то в районе около двух недель. Ну быстрее, чем из того же Китая. Это ориентировочно. Итак, посылка на таможне вскрывалась. То есть там просматривали что. Потому что она была вскрыта. И мне пришлось на месте при получении вскрыть, посмотреть целостность самой продукции. То есть все ли там есть по перечню. Итак, смотрите, упаковка. Ну не самословатый, обычный картонный коробок, пленка и все скотчем замотано. Так, как я и сказал, я получал в Украине, получал на отделении новой почты. Виды доставки, там есть и курьером, и новой почтой. И по-моему, или DHL, или EMS. Как я и говорю, если будет интересно по поводу доставки, тонкостей заказа, пишите об этом в комментариях под видео. Я тогда, если наберется определенное количество комментариев, обязательно запишу об этом ролик. Итак, давайте смотреть, что у нас. Ну вот такие вот подушечки воздушные. Большой-большой плюс. Это упаковка iHerb, Airplus. Так, ну и наша... Так. Сразу нам вот такой вот проспектик, рекламка, бумажка. Не знаю, как его журнальчик. Что-то такое впечатление, как вроде бы здесь на арабском. Все, ну где же... А здесь, здесь пойти должно быть на всех... Да, на всех языках, на самых распространенных. То есть, какие-то арабский, китайский, корейский, японский и русский. Как ни странно, английского нет, но есть. Ладно. Это все, наверное, в самой популярной их продукции. Дальше. Здесь заказывал кое-что для... Общее, то есть, для себя, для жены, например, для дома. А кое-что только жена себе заказывала из косметики. Так вот. Первое, что я заказал, так это сода. Там вариантов соды. Да, да, это самая обычная, самая простая сода, которая продается у нас практически в каждом продуктовом магазине, где вы можете купить, но она немножко другая. И по цене другая, и немножко по составу другая. Если, конечно, вам будет опять-таки интересно, почему я купил именно эту соду, а не пошел купил в магазине. Причем вот эта вот сода. Стоимость вот такой вот пачки соды. Здесь 450 грамм. Стоимость такой соды 3 бакса. 3, от, точнее, от 3 долларов. Там есть соды где-то 3, 5 и, по-моему, 7 баксов. Обычная пищевая сода, то есть, для приготовления, для выпечки. Она так идет. Пищевая сода для выпечки. Powered Puff the Red Baking Soda. Да, бейкинг, ну, типа, для выпечки, я так понимаю, сода. Есть вот состав. Если интересно, можете посмотреть, на паузу поставить более подробно. Вот она. Так, и помимо этого, помимо того, что 3, где-то вот эта вот пачка, именно вот эта, 3 бакса стоит. А если вы будете покупать у нас в магазине, к примеру, если сравнить, то у нас здесь где-то 30-50 центов. Ну, соответственно, сколько? Ну, как минимум, я смог бы купить 6-8 пачек вместо одной. Это раз. И второй, доставка, то дело в том, что нет там бесплатной доставки. Это такая редкость. И если вы, тем более, покупаете тяжелый или габаритный товар, то доставка стоит, ну, немалых денег. Бывает, вот за такую вот коробку можно заплатить за доставку где-то порядка 20-25, даже 30 долларов. Но смысл заказать вот такую вот вещь был. Так, я заказал, тем более, заказал не одну, две, три, четыре, да, четыре пачки. Четыре пачки сода, они абсолютно идентичны. Смотрим дальше. Дальше, смотрите. Вот такой вот оксиген. Если кто не знает, что это оксиген, это, если по-нашему, это перекись. Опять-таки, вот такой вот, сколько стоит перекись обычная в обычных аптеках? Ну да, конечно, ее будет меньше. В обычных аптеках перекись стоит, это где-то точно так же, около там 50-70, ну, пускай 1 бакс. Вот эта вот баночка, ну, правда, она побольше, сколько, 473 миллилитра здесь. А стоимость такой вот баночки где-то около 7 баксов. Вот так вот. Здесь есть точно, давайте я вам покажу полностью так этикетку поближе. Есть состав. И что же у нас пишет, что это антимикробиал иммун-систем-бустер. То есть, иммун-систем-бустер. Что это? Это бустер иммунной системы. То есть, повышает, стимулирует вашу иммунную систему. Раз. И что это антимикробиал, то есть, убивает микробы и прочее. Ну, как бы, вы видите, что здесь человечек нарисован. И кому интересно или неинтересно, там даже на сайте пишут, что применять можно как наружу, так и внутрь. Вы слышали, что нашу перекись применяют внутрь? Ну, как бы, не распространена. И в инструкции вы это вряд ли найдете. Эту же перекись можно. Если же опять вам интересно, для чего я покупал вот эту вот сумму, зачем я переплачивал, еще платил за доставку, она тяжелая идет. За доставку зачем я платил? Об этом пишите в комментарии, я обязательно вам об этом расскажу. Ну, если, естественно, берется там не один-два человека, каким будет это интересно. Еще одна такая же. И еще одна такая же. Кстати, есть там разные, есть со вкусом ягоды. Вот она. А есть обычная, без какого-либо вкуса. Дальше у нас пошла косметика. Что это, что здесь такое? Вот это вот. Я сейчас буду просто подсматривать на ПК. Просто я не помню по заказу. Есть то, что я брал для общих наших нужд. И есть то, что брала жена именно для себя, для косметики. Так, что это? Вот это вот. Здесь находится шапочка для душа. Вот она сложена. Потом зеркальце маленькое. И пилочка для ногтей. Вот она. Дальше. Стоит, кстати, вот это вот копейки. Сейчас вам скажу. Где-то там около одного доллара вот это вот получается. Дальше. Ну, честно, не шарю. Жена пока вышла. Пока ее сейчас нет. Здесь несколько видов вот таких вот помад. Это, опять-таки, типа как экологические какие-то помады. Они идут бархатная матовая помада для губ. И дальше по цветам идет бархатная матовая помада для губ. Ну, цвета, я не знаю, будет ли вам это интересно. Может, есть какая-то доля или часть женской аудитории. Или, может, придется подписать видео, что косметика. Господи, как же ее пользоваться. А вот. Вот цвет данной помады. Чувствую себя. Скоро можно будет увидеть в роли бьюти-блогера помады распаковую. Да? Это ужас. Хорошо, хоть не применяю на себе. Это уже клево. Ладно, это все шутки шутками. Но, смотрите, вот вторая по цвету. Запаха вроде бы не имеет. Или практически не имеет. Так, дальше. А, дальше здесь по какие-то прима. Что-то вот такое интересное. Сейчас посмотрим. Вот это вот тушь ультра-черная. Ну, давайте открою, покажу. Вот она какая. Красивая такая, типа, незамысловатая упаковка. Organic VIA. Короче, не буду я ничего раскручивать. Я в этом ни хрена ни шарю, ни собираюсь. Итак, еще каких-то два тюбика есть. Face Cream. Крем для лица. 13 Actives with people in organic reservation. Так. И витамин C Serum 8 Activates. Ну вот, смотрите, что это. Там есть, кстати, краткое описание. Сейчас скажу, как оно на английском называет. Точнее, на русском подписано именно на сайте. Вот это вот сыроватка. Витамина C. 8 активных веществ. Вот оно так. Так на английском и написано. И вторая. Крем для лица. Вот это вот. С 13 какими-то активными компонентами. Так. Ну вот это вот вся посылочка. Все, что мы приобрели. Не знаю, вот так вот. Будет, я думаю, видно. Туши, помады. Будут девчонки. Если вдруг смотрят, пишите. Если что, я попрошу жену, чтобы она все об этом рассказала. То, что вам будет интересно. За оксиген, перекись и соду, которая стоит в 3, 5, 7 или 10 раз дороже, чем у нас в магазинах. Также пишите. Могу, в принципе, рассказать, что для чего. Только, пожалуйста, если хотите, то пишите об этом, лайкайте видео. Не один человек, не два. Хотя бы там, ну не знаю, человек 10, 15, 20. Сделайте это, чтобы был смысл записывать дальнейшие видеоролики. Могу отдельно за оксиген записать, за перекись отдельно, за соду, к примеру. Ну, если, вообще, если это вам интересно или интересна данная тема. Те, кто, например, догадывается, поняли, либо знают, для чего это все, для чего заказаны вот такие вот вещи. Опять же так, та же перекись, та же сода. Напишите об этом в комментарии. Просто будет интересно и мне, ну и, возможно, зрителям данного видео, данного ролика. Ну, или вдруг вы уже все-таки используете такие вещи. Опять-таки, интересно будет услышать именно вашу реакцию, ваши отзывы, ваш опыт использования таких вот вещей. По данному ролику у меня, в принципе, все. Не знаю, ссылки оставлять, не оставлять. Давайте посмотрим, опять-таки, по просмотру, по лайкам, по комментариям. Если вам это интересно и понравится, ссылочки я потом оставлю. Ну, а так, по данному ролику у меня все. Если он вам был полезен или чем-то понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь данным роликом с друзьями, знакомыми и близкими. Ну, и всем спасибо за просмотр. Всем пока.